мир вам миром кое-как это интернет наверно плохо идет нет я же как вы только написали мне я сразу позвонил и сбросилась я думаю заняты это дальше интернет хромает да похоже интернет хромает меня хорошо слышно очень даже хорошо меня слышно да вас всегда хорошо слышно не видно вот я хотел сегодня рассказать еще хотел я ненадолго вас отвлеку первый раз когда я вас посмотрел это там где-то может уже сколько полтора может два месяца назад по поводу бороды там все это я смотрел читал сразу принял сразу принял потом мы с вами беседовали и вы мне сказали что ну вот все бритву выбрасывай и все ну как бы выкинь бы но вы как бы как будто кому-то другому это рассказывали но это я как бы сразу как себе понял ну и я начал думать на этот счет изучать вы мне там скинули материалы хотя я принял сразу но изучать все равно стал вот допустим и вот пришел я к чему какому выводу в итоге то в итоге пришел к выводу что вы полностью правы насчет бороды полностью правы потому что вот даже в левите 19 19 глава левит сказано вот не ешь с кровью не выражите не гадайте а дальше не стерегите головы ваши кругом не порти края бороды твоей то есть обычно же что говорят ну что это как бы ветхий завет там это уже отменено все новый завет уже как бы не 10 но это в новом не действует но это же сказано в ряду то вот с таким вещами как не ешьте с кровью не выражите не гадайте это же не отменена правильно следовательно и борода не отменена то есть в любом случае это все действует я вот когда это понял для себя что а потому что всегда вот я когда вот с кем не говорил все мне сразу говорят все отменено ну никак не тогда и отменено вот то Что много чего другого там Не гадайте, не выражайте Это тоже отменено получается А где это написано, что отменено? Вот именно Так, касается плоти Разве Христос пришел плоти нашу ремонтировать или изменять? Он говорит, творю все новое То есть он пришел И далее, человек, который не понимает правильно Он говорит, а что, его труба матери должна войти Надо бы народиться свыше В Ветхом Завете было сказано Не открывай ноготы матери твоей То есть не ложись спать с сестрой твоей В В Ветхом Завете ни слова не говорится Что, отменил Господь? Что касается плоти, все осталось в силе Десятина относится к плоти Если праведность ваша Не превысит праведности книжников-парисеев Не можете увидеть Царствие Божие Весь сказ То есть то, что у них было Мы должны брать планку выше Ну вот Я вот очень молился на этот счет Чтобы мне Бог открыл точно По поводу этого И сейчас у меня полная уверенность Что вы правы, полная И интересно, что произошло-то Я молился У меня работа такая Что я там на передовой стою В аэропорту Казани Международный аэропорт Казань На передовой И там у нас по Инструкции внутренней Сказано, что можно иметь Ну то есть Надо бритый вид иметь Но можно иметь бороду Аккуратную какую-то там Ну что-то такое сказано И я как бы понимаю, что если я не буду трогать бороду То это как бы для меня будет сразу же Ну как бы это нарушение Я нарушаю, иду на нарушение Я молился Богу, чтобы мне Бог Я же если это в Божье дело То Бог должен открыть И Он мне поможет Так вот Так вот Я молился ему Уже сколько там Две недели Пошел в храм И в храме тоже молюсь И у меня вот как мысль Такая мысль Не вижу ничего Но мысль такая Я прям в мысли вижу Как я захожу к генеральному директору Нашему аэропорта И А он православный Он православный И вот насчет бороды То ему и скажу То есть попрошу для меня Чтобы он дал для меня разрешение Чтобы я мог Ну вот эту инструкцию не соблюдать Потому что Как православный Мы должны не бриться И ему показать это все Доказать Ну я прям Пытался эти мысли Убрать у себя в церкви Но они у меня прям шли И прям что говорить У меня шло в голову мне Что говорить Я даже потом пришел домой Записал все это Начал смотреть по Библине Все записал Я думал все равно долго Думаю Ну как это от Бога Не от Бога Потом Я со своим отцом Не виделся где-то Ну две недели И мы увидели с ним Ко мне как раз Библия пришла Пять коробок С этими Вот эта бесплатная Библия красная Ой Восемь коробок пришло ко мне Чтобы вот раздавать Я к нему Он у меня на рынке работает Привез там Там несколько Чтобы он там на рынке Пораздавал И мне отец говорит Я говорит Три дня не спал А я с ним не виделся Три дня не спал И мне спать не хотелось Вообще Сон как отрубило полностью И вот за эти три дня Мне просто мысль Что тебе какая-то нужна От меня помощь У себя на работе Что-то касается Твоего внешнего вида А я как раз До этого думал Думал Вот если бы мне думал Отец бы сказал Что ты правильно делаешь Знок Иди и скажи так Я бы думал Тогда я точно пойду И ему Представьте Он три дня не спал Я ему это не говорил Три дня не спал И ему это на ум пришло В мыслях Пришло на ум Я думаю Ну тогда это точно Божья воля Божья воля Чтобы Ну действительно Борода Чтобы была мужчина Это Божья воля И это еще не все Это еще не все По поводу десятины Вот я как узнал о десятине Все я решил ее платить Вот у меня первая десятина Была буквально Вот неделю назад То есть я за месяц То что у меня Я заработал Я взял десятину И мне пришло на ум Что вот Я в церкви Я в храм хожу в один А там где я венчался Это другой храм Это он Чуть-чуть Как бы дальше И там такой Бедный-бедный приход Там один батюшка служит И мне на ум пришло Что надо ему давать Десятину И туда ходить И я вот на то воскресенье Пошел туда В воскресенье К этому батюшке И ему десятину вручил Он конечно Очень был благодарен Очень удивился И он мне говорит А ты говорит Знаешь Генерального директора Аэропорта Которым ты работаешь Ну я говорю Знаю да Передай Пожалуйста От меня ему поклон Я его говорит Хорошо знаю Мы там хотели Молельное место Когда до этого Еще сделать В аэропорту И что-то там Там для мусульман Есть молельное место А для православных Нету И мы что-то у нас Говорит Не получилось Тогда его перевели Куда-то видимо В другое место Передай Говорит От меня Пожалуйста Ему поклон То есть И меня как бы Мне уж деваться некогда Мне придется Идти передать поклон И я по поводу этого По поводу бороды Ему все скажу И покажу по Библии И вот я что Хотел вам сказать Чтобы вы помолились Обо мне Чтобы на сердце Ему положило доброе Генеральному директору Чтобы он Ну Согласился Потому что работа Эта Которая я работаю Очень хорошая Я ее вымолил Вымолил Я 40 дней молился Николаю Годнику Просил его Чтобы он Просил Бога Обо мне И на 40 И вот где-то После 40 дней Там через неделю Через две Через моего дедушку Которого зовут Николай Мне нашли То есть Шел эту работу То есть Она мне Вымолена Эта работа Хорошая Там все хорошие Все хорошие Очень заботятся Все обо всех Вот так вот Я вот это Хотел рассказать вам Ну вы только тогда С Богом Не торгуетесь Если он не согласен Значит А вы бороду Не трогайте Дальше будет видно Сами не уходите Если он выгонит Ты первое Что сделай Поблагодари Бога Потому что Если наше дело Не терпит Никакого сопротивления Оптинский старец Там Анатолий Говорили То Бог Не принимает его Это же интересно Как в народной Притче Или при сказке У англичан Тоже Если враг Тебя не терзает Ты значит Никому не нужен И дело Твое мертвое Оно и по смыслу Так же Потому что Господь желает Чтобы мы Ощищены были В огне Искушений И он говорит Испытай меня Боже Выйду Чист как золото Великое дело Бороду не брить Мне конечно и слышать Это даже смешно Вот Это сейчас не советское время А коммунисты за это как держались Тем более я на срочной службе И уже на военном билете 61-й год 1961-й Я с бородой Я могу сказать Что На миллион Солдат Может быть Ни у кого Больше ее не было А почему Твердость Духа Благословения Божие Нет И все отошло Я никогда Не должен пятиться Значит Никаких компромиссов Ты у нас На работе Работай Но здесь Чтобы о Боге Не говорил Как это так Я кто буду Я предатель Не пойдет Это дело Вот у нас Когда надо мной Суд был Это 66 Это 86-й год был 86-й Тут уже До перестройки Прям 4 года Осталось только До развала Коммунистической Этой машины Ну и Когда судили В зале Судья говорит Чтобы не молились Здесь Я захожу Когда меня завоят А зрители Это уже полный зал Братья и сестры Все приветствуют Молча А я тогда К залу Обращусь Христос воскрес Все Воистину воскрес Судья Ничего не может сделать Там один Перекрестился Так вывезти его Отсюда Это не общественное Моление Здесь Одному разрешается Лапкину только А что Если он Меня выведет А сюда-то И судить некого И так вот Все обошлось Там В лагеря Когда была Та же история Я это Не знал Мне передали Кто ко мне Подходит С кем я побеседу Он приходит И говорит Отец Игнатий Как больно бьют Черенки от лопаты Лопаты этой За то что я с вами Разговаривал А мне не говорят То есть Мне это дозволено Кому я сам подойду А ко мне Чтобы никто не подходил Но вот эти Преграды Какие они делали Люди То ночью подходили То время работы Как-то Ты если верен Богу То Бог сделает так Что верные люди Будут находиться И начальство смириться Я просто опыт передаю Никогда Ни на какие Компромиссы Идти нельзя Что значит Работа Тебя может там Смерть ждет Может готовиться Захват аэродрома А ты к этому Не приспособлен Тебя расстреляют Пух и прах И Господь Тебя преждевремени Спас бородой Тебя выгнали А ты живой остался Вот так Ну я вам расскажу Исход Я уже решил Однозначно Что это Этот я в этом Не попячусь Потому что Действительно так написано Написано И все тут Как бы Что Действительно так есть Особенно Сильно нападают На это женщины У одного Мать За счет Ты сынок Да ты на кого похож Жена Начинает Играть этим Поставь всех На место Я мужчина И мной никто Не будет командовать Я не подкаблучник Перестаньте Представьте Что со мной Сегодня здесь Христос Он с бородой Вы только мне Будете убери Бороду Или как И обычно Обычно так Женщины Ну как ты Кожена Тебя до себя Допускает То есть Ее называют Блудодейная ересь Брить бороду Это ересь Протопопа Вакуум Говорит Блудодейная И все Это связано С ними Вот у нас Летом Прошедший год Приезжал Мусульманин Бывший И принял Крещение Бороду Не трогает И мы Ну я знал Что Самый пренебрегаемый В Ветхом Завете Был пророк Ездра А его в списках Нету И в честь Его не крестят Но я поговорил Со священником Он брат И Покрестили его Ездрой Назвали Такой добрый Мужчина Оказался Представь Другая нация Другая вера Из какой ревности Он принял И десятина И все Даже Что-то где-то Случится Вот я разговаривал Вот сейчас Американец Который заходил Даджеста Волкер Видел Он это видел Я говорит Как-то раньше Делал Что церковь Сценил А сейчас Я еще больше В это делал Как же без церкви Да они Что же так-то Вот Мы иногда Кое на что Не обращаем Внимания Вот этот Нападает Синистин Он и не думал А я просто Сказал Тут батюшки И они Из этого ролика Вытащили И сразу Как пламя Полыхнуло По всей стране И за рубежом Везде Этого Синицина Буквально Говорят В лопухи Разодрали Вот А он Не понимает Ничего За него Только молиться Надо Он еще Не понимает Что сделал Он Вызвал Вот эту Пружину Чтобы ударила Она У него Ничего Нет Он хам Безбожник Безбожник Как я Один Написал Это Падаль Там Это Подонок Там Допишет Еще Латинскими Буквами У него Ничего Нет Он Ко мне Све претензии Имеет А он Оказалось Масонская Организация Очень суровая И они Нанимают Людей Платят Деньги Они Выбирают Это Одному Нельзя Сделать А он Лишь бы Только Клеветал И Человек Безчести Безсовести Ну и Что Он На это Поставлен Злой Сосуд Тебя Бог Не сделал Таким Помолись За него Пожалей Потому что В сравнении С Богом С Вечности Все Ничто И Поэтому Помилуй Я прошу Господи В судный День Не помяни Его безумия Он еще Не знает Он охватался Этих Лукавых Духов Там Пятидесятник О харизматах Он не православный Не христианин У него еще нет Он не понимает Вот который Я вам сбросил Кто он такой Вы еще раз Внимательно Посмотрите Когда ему Показывают Ты Берешь Библию А Библию Кто сохранил Псевдоправославные Как ты называешь Библию Сохранили Православные Отцы Евангелий Было Двадцать А четыре Отобрали Они И сколько Было послание Других Там поддельное Как Павел Говорит Не смущайтесь Ни от слова Ни от послания Как бы нами Посланного Под именем Павла Писали Церковь разобралась Он ничего Не понимает Если он касается Воспитания в лагере Ну конкретно Давай Я показываю Четыреста Семьдесят пять Роликов Про лагер Да чего Что тут не набрать То Отживая жизнь Мы идем И спотыкаемся И падаем И встаем Никакое Ну что сделано Не так А вот Переворачивает Я разговариваю С ребятишками Ну дети Детский лагерь Значит что Педопилы Дураком даже Нельзя назвать Но если Власть каждый год Проверяет И не просто так А 15 комиссий Краевого масштаба Даже КГБ Занималось Лагерем Почему Потому что Он один был Во всей стране Ну и что-то сделали Нет Принято решение Закрыть А дальше пишут А лагерь все равно Работает Они не знают И кто воевал Их Господь наказывает Главный кто писал Найден мертвым Выброшенный Как падаль Валялся Нашли Там профессор Который выступал Против Его в подъезде Кто-то неизвестно Встретили И ножами изрезали Главное Задницу ему Вот Который поступал Там Лавриненко Вот бывший летчик Его говорит В лоскутки Разнесли И Запретили выступать Больше То есть Ни одного Не осталось Поврежденного Ни одного Бог просто выставил Брят И снес голову А я ничего не делал Только молился Молился И Господь так сделал И отступили Мы 45 лет Ты возьми Пять ребятишек И неделю продержи Которых ты не знал Тебя не знали А веры-то никакой нету А это 45 лет Да еще два года В другом формате Уже 47 Вы маленько Вдумайтесь В эту цифру Тысячи детей Ни одного Отравленного Ни одного Поврежденного Не утонувшего Это что-то У нас тут уходят В армию Ни с одним Не было дедовщины К чему она научна А этот он Вякает Квакает А у него ничего нету Я понимаю Если он Десять раз женился Где-то он Он не мыслит Что могут быть Чистые отношения Где-то Во мне выискивает А что он найдет Если не было Ну ложь одна Не было Больше говорить Нечего А он Трясется Он делал Когда Что-то там Брал Было А тут нет ничего И ролик за роликом Выставляет А я молитву На молитву призвали Всех Помолились И он не понимает С ума сходит Он или в дурдом Закатится Навсегда Говорит Или внезапно Лопнет от злости А почему Исидор Пилсиот Говорит Предвзятость Не дает Здравого мышления А злоба Вообще Отнимает разум Вот он нападает А какая ему польза Масоны Дали указание Уничтожить Дробить христианство Я знаю На меня Один вышел Журналист И говорит А он близкий Мне был В лагере Был не раз Радиостанция Свобода Масонская Организация Заказ Сделали на вас Заказ Я говорю Что Ничего не могу Написать Не могу Написать И все Что ты напишешь Когда ты знаешь Доброе А для слова Божия Нет уз Там его статьи Черников Помиле Александр Тихонович Такой Прекрасный Журналист И видимо Деньги дали Заранее Или что Я так догадываюсь И счетчик Ему включили Ему пришлось Бежать отсюда Мне как говорят Видишь как Прикасающийся К вам Касается Зеницы Ока моего Зрачка Господь говорит Вот он На любое дело Где нападает Там по деревне Ну ты построи Одну деревню Собери общество Ни одной фотографии Нет Чтобы где-то Кто-то с ним был Нету Нигде Даже Чтобы не видно Где на улице Фотографировался По домам Можно определить Где он был Десять лет не работает Там этот меняет Свой бренд А кому это Непонятно-то Что это Огромные деньги Задействованы Но никто не ожидал Что с меня Начнется опять разворот Это Бог так делает Я не Я не знал Что это так будет Первым делом Я его вызывал На разговор Когда он напал На Яна Златоуста А Ян Златоуст Это самый высший Выше его никого нету Самый плодовитый Проповедник В 407 году Только умер И он его там Всю биографию Его поганец Блевывает Блевотина собирает И опять жрет Он совершенно дурной Дурной Безбожник Ему разве нет на кого Нападать Потому что Злые демоны Охватили душу Ну и Я попросил Давай в скайпе Поговорю Не под каким видом А я не знал Что он нигде Не выходит А что он скажет Ты ко мне скажи Мне скажи Вот это неладно Я тебе объясню Эту ситуацию Ситуации Ты и поймешь Другого нету С моим опытом Родителях Снова еще раз Разбираем Кто не бьет Нас наказывают Это ребенок Так говорит Но я сделал Неправильно Убежал Меня бы домой Очислили А так я Вот так И у него ничего нет Он не оправдаться Не может Я могу только жалеть Дай бог слезы Чтоб плакать о нем Я говорю О том Который Синицын Там или Пишет Люди-то не понимают А вот он нарисовал Он сделал Нарисовал Сделал Что не в соответствии Действительности А то Что ему сейчас Вот этом-то вы считали Последний-то Кто он такой-то Тут все действительное Тут все Выстроено В один ряд Показано Как масоны Принимают Всемирные организации Готовящие престол Антихристу Он антихрист Сто процентный Антихрист На меня-то Это никак не действует Господи Кто я такой Ну комарик какой-то И такие силы Сатана задействовал То есть в это время Они в другом месте Уже не могут делать Они на мне здесь Вот где-то Допустим Ленинград Окружен был В блокаде Так это стоял Фронт целый Немцев-то И никуда их не могли Сдвинуть-то Когда надо было На Москву двинуть Оттуда нельзя убрать И так на мне Они блокируют А ничего нету И поэтому Любящие Бога Он никогда не будет Плестить где-то в хвосте В авангард Просит Бога Господи Я хочу за Тебя И Бог подает возможность Вот это то, что Уже в третий день Как это Они выпустили Этот материал Вы обязательно Его просмотрите Внимательно Останавливайте Что они говорят Пишут Это миссионерский отдел Новосибирска Имени Ирины Ленской Говорят Это они выпустили Какие данные Его биография Там изнасиловал старушку Там сидел за грабеж Наркотики продавал У него смотреть страшно На нем, говорит Ставить метки негде И он выходит И учит Как правильно жить Ну вообще Учит жить Женщина у меня неправильно А женщина Значит Должно что-то Придумывать там Где-то что-то Не было ничего Все лжешь Если бы было Как говорит Иев Говорит Я боялся бы Быти перед народом Это же не я делаю Это Фильмы там снятые Какие фильмы Если первое место На международном конкурсе А второй фильм Первое место в России Ну не мое Отопорвление Я там не был Я не говорил Меня уговаривали Снять У него-то ничего нет Он сегодня Говорится Не умрет А сдохнет И праха не останется И вспомнить-то нечего А одни люди Которых он сквернил Только скажет Собаке собачья смерть Я знаю Как говорят А здесь Только подумают А вас не будет Что будет Почему Люди ценят То, что я им даю Ежедневно Вот сегодня Только Получил письмо Вот сейчас Католическая семья Желает принять христианство Принять крещение И благодаря труду Они все книги выписали И помогают уже Католики А в аппетство Сколько пришло Пятьдесятников Субботников Так я сейчас Подойду Нигде его нет И вдруг все Поползло и поползло И уже не остановить Вот один выставил Говорят Они вчера мне Говорят Скинули Говорят Убери Убери ролик Иначе сожжем тебя Мы тебя вычислили По телефону И пить там начинают И пить там начинают То есть они Разбойники Это уголовники Собрались Куча уголовников Сколько их там Но не меньше десяти А там они Одни и те же Под разными именами Ему ставят лайки Там ничего нету Там пустышка Потому что Он ни по одному делу Не может показать Вот я показываю Я вожусь с кошками Пусть он покажет Великое ли дело Голуби Он не покажет У злого человека Голуби не водятся У меня гарант голуби И не просто голуби А Три голубятни Вот в зиму у меня Семьдесят голубей Это кормить надо их А я вот утром Вот вчера ролик выставил Голубиное там называется Голубиное утро Сколько я с ними вожусь Вот ничего нету Нету ничего У меня редко фото бывает Где Чтобы был один Там все вокруг Дети Люди верующие На собрании Здесь ничего нету И вылезть Это бессовестнейший человек Ну Что сравнивать Он не войн никакой Ничего Он безобразный Грязь хватает Падает Опять кидает А бросить-то не может Вот я такую картину вижу А другой-то Про вас написали Отойди в сторонку Ты чужую блевотину сжираешь Он ничего не может сказать На меня подавали Которые были здесь воевали Все суды до одного выиграны От него праха не останется Суд-то будет судить Я не должен оправдываться Он должен доказать Он сказал такое дело Я там с ребенком Что-то сделал Так Где ребенок Где доказательство Где свидетельство на врача Вот на отца Глеба Грозовского Что-то было 14 лет его навинтили Значит судили Судили Что там Я не берусь судить Только молюсь о нем Чтобы он не погиб А этим У него ничего такого не было Как у меня Повторяю 15 комиссий А в ней и пожарники И по земельному отделу И озеленению И по милинаму Ну Санэпидемстанция Все Отстало Дети Написали плакат Они стоят на крыше А крыша чуть наклонная И кричат Не заходите А плакаты Коммунисты Людоеды Займитесь своей душой Понятно У него-то ничего этого нету Я могу показать книги Занятия в университете Как веду Все снято Вот ко мне мэр приезжает Фотографию Вот я получаю За ограбление меня Я выиграл суд Через 11 лет Вот где я сейчас сижу 13 соток И два здания 226 метров Я хозяин теперь здесь У него-то нет ничего Так у меня 35 лет стажу И там Печи делаю Он ничего нету И поэтому Воевать-то не с кем Да еще мне-то так и нужно Что ли Я просто смотрю Неувязни Когда много пыли поднимают И тебя глаза могут запорошить Вот так Да Я вот слышал Я вот слышал вы Я так слежу Постоянно Смотрю ваши видео Последнее время Особенно Месяца полтора Вот сколько есть Еду там На работу С работы Смотрю Пересматриваю Старые ваши видео Которые Вы с Сергеем Козловым Там Много там Много там Там я не знаю Сколько это надо смотреть Чтобы все это пересмотреть А я скажу Если вы будете По одному часу смотреть В день Ровно 13 лет надо Ну вот именно Без выходных Да А он еще по каждому У меня 14 тысяч Сто с лишним роликов 14 тысяч Это Не у Осипова Там Не у каких Все вместе взятые У них этого нету Почему У меня такая деятельность Делаем мы дороги Пруды Я с бульдозером Там Ночью Днем Никита в это время Обед привозит Интересно Дети купаются Лодки На лошади То ничего нету Понимаешь Ну нельзя Если ничего нету Допустим У одного человека 10 рублей А у другого рубль У него больше в 10 раз А если у одного нету А у того 10 Означает бесконечно больше Восьмерка на боку Бесконечность Потому что там ничего нету Даже если бы одна копейка была То в 10 тысяч раз больше А ничего нету Это бесконечность А он даже этого не понимает Там ничего нету Ну даже посмотри Те которые у меня есть Плейлисты разные Отдельно По лагерю Они усыпились в него Повторяю 475 роликов В натуре Притом я не клею Не добавляю Вот как Сняли Так и будет Вот этот Говорим Так и будет Я вас не спрашиваю Заранее Вы дайте сейчас мне слово Что никогда придираться Ко мне не будете Что я выставляю в интернет Да конечно Согласен с этим Конечно согласен А то некоторые То не так я его назвал Это мой ролик Я его называю как Ты задумайся Почему я так назвал Я сейчас называю местами Священной Святой Библии Так что Кому претензии Сегодня один такой же Валился Я вот то Зачем ты пришел Если у тебя вопросов нет А вот Уберите название А почему вы решили Видели да Видел видел Вот я как бы Я там снизу ролика написал Думал что он пьяный А он оказывается Не пьяный был Я вот хотел ему сказать Чтобы он не обижался На меня Ну ладно Ну дело в том Что наконец он успокоился Я говорю Это говорится о двоих Пустословить Доколе вы будете Мы же двое Почему ты к себе все взял Ты раз что попало Говорил А я тебе отвечал Я тоже Тращу время на тебя А там пришли Три князя Три князя 3600 лет назад Чего ты взволновался Что то так Значит не мятый Не давленый Вот так Ну да 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 А вы из головы берете Эти строки У вас просто Мысль приходит И вы решаете Что такая строка будет Так что да Как вы определяете Какое название Это будет в итоге Какое Но я молюсь об этом У меня как Они как строки Выплывают Иногда несколько Тогда из них Я уже Вот сейчас Мы зашли В это Вся трулетка Это вообще Бездна Бездна греха Блуд один Но уже Приготовили Более 100 роликов Вообрази Я уж все Посмотрел Которые выставили Все новые Новые будут Новые там Кто-то заинтересовался Кто-то пришел Кто-то только Увидел меня О Игнатий Тихонович Как попали сюда То есть А я давно На ваших ресурсах То есть Мы уже Несколько человек Встретили Потому что У меня просмотров 30 миллионов Это Ну не два человека Ясно что смотрели Надо делать И не смотреть на что А им Господь позволил Безобразничать Чтобы сплести венок Говорит Радуйтесь Веселитесь Когда имя ваше Будут поносить Как неугодное Если я был не верующий Он бы на меня не напал А что бы он напал Ничего у меня нету Он про меня и не знал А раз я вышел На верхотуру Нас отнесли К средствам Массовой информации Наши ресурсы То Естественно Будут и нападки Чем выше человек поднимается Тем виднее Грязь на ботинках А когда в толпе То стою бы А кто бы знал Что у меня запачкано Ну да Ну вот Так Что я хотел еще сказать По поводу крещения Ну наверное Вы уже за столько лет Все одинаково Кто к вам обращается Кто к вам приходит По всем одним и тем же вопросам Я смотрю Проходит Борода Крещение И все там Вот по поводу крещения Вот у меня фотографии есть Сейчас я покажу Видно? Да, видно Вон Это я там маленький стою Вон я маленький Синий Видно что это Никакое не крещение Это кощунство Вот так вот Я Для меня тоже Это я Как узнал об этом От вас услышал Естественно Я это не принял сразу же Но молиться стал Молиться Богу стал А священника как звать Знаете? Нет Это уж я маленький был Мне 6 лет было Я уж не помню Какое крещение Стоишь на капельном полу Ну еще смеяться Погреблися Погреблися А это ты в кого? В честь Ленина что ли Крестился? Со Христом Погреблися Утонули Погружение называется Погружение Перевода нет Крещение Другого Погружение А ты стоишь Куда ты погружался? Обман Жулики Псы Говорят Придут лютые волки И будут говорить Превратно Чтобы за собой влечь Ну я молился Богу По поводу Что все таки Он мне открыл Я тоже стал изучать Смотрю Лука Крымский Говорил Что всех Кто крещены Вот таким образом Я кстати Тоже в Крыму крестился Тоже в Крыму И он говорил Что всех надо крестить Нормально Нормально Перепорчены И все Еще там не было Деньги-то Касадрали Ну и потом Вот любому человеку Вот я говорю Вот мы Ну я рассказывал И жене своей И допустим Если человека крестят В одно погружение Это будет считаться крещением? Они говорят Ну нет конечно не будет А говорю А если будут крестить То есть скажут Какой-нибудь Что-нибудь не то Допустим скажут Скажут Во имя Иисуса Христа Будет считаться крещением? Ну все говорят Не будет считаться Ну а почему Если просто кропят То есть из формулы Самые убирают А это считаться Считается крещением Но оно Логики никакой нету Я уже сам это понял Потеря страха Божия Я называю так Пираты захватили корабль Да Вот и Вот Еще у вас есть Знаете Вас постоянно смотрят Ксения Юрова Такая девушка Она уже женщина Вконтакте Я ее добавил Себе в друзья Мы с ней Она уже вас Долго смотрит Много лет Переписываемся И она мне вот Дала контакты Она сказала Что Кирилл Сахаров Есть такой священник В Москве Вы его знаете Да Кирилл Сахаров Конечно Вот он крестит Когда вот Ну крестит людей Вот нормальным образом Нормальным И вот я сейчас С помощницей его связался И они со мной Свяжутся Сказали Что через какое-то время И я дай бог Вот сейчас молюсь Чтобы Бог устроил Чтобы я поехал туда В Москву И нормально Его попы задавили там И он меня просил Больше никого не посылать И открыто не говорить Но они безобразничают А он делает правильно И понятно Что они льдуют на него Ну хороший священник Я послушал Послушал Что он говорит По Теряевке был Приезжал С группой учеников Я к нему Когда приезжаю Он меня сразу там Одевает В стихаре Я проповедь говорю Это есть Можно увидеть ролики А потом Когда дома Там бываем у него Он прямо около Храма Христа Спасителя Там метров 200 От храма На этой стороне Храм на Берсеневке Николы И беседы большие И все это у нас заснято Он удивительный человек Член Союза Писателей Болеет Помолись за него Вот так Вот поэтому Прошу тоже И вот за меня Помолиться Чтобы удалось Это сделать Хорошо Потому что Это важно И если Господь Так положил Мне на душу Что я так Понял это Что надо делать Потому что надо Если не было ничего То ничего и не было Да У нас тут Приехал Глава Миссионерского отдела Хотя я их Не признаю Вот И принял крещение Да каил Заели было У нас приезжают Иеромонахи Кресят Там я не знаю Покрестился Теперь возвращается Нормально Все А куда девать А как Причащался раньше Разбирайся И сегодняшним днем Живи Стремляется Павел Говорит Забывая заднее Простираясь Вперед Было неверно Прости Господи Принял крещение Поехал Теперь все Крестит как надо Но я знаю Это один Говорит Я вот сейчас Никак Пока так А потом Купель будем делать Крестилку И будет так Я говорю так Ты сегодня Возвращаешься от нас И ты будешь крестить Как Ну у меня пока Негде крестить Как было Я говорю так Ты хлевопекарь Не сделал И поэтому Ну не сделал Поэтому будешь Брать с землей Со щепками И хлеб давать Так нет Или все таки Будешь просеивать Дурь то эту Свою Поповскую Выгони ее Ты знал Что теперь Ты спрошен Будешь намного Строже Если знал Говорит И не делал Бит будет много Ну и потом Потом Я думал так Но ведь Проигрышный вариант Если все таки Это не было То есть Даже вот Допустим Если принять позицию Что Допустим Это Крещение было Ну да Неизвестно Это неизвестно При нем Пойдет Что это неизвестно Как будто Это неизвестно То ведь Какая потеря После смерти Если крещения Не было То ты Погибаешь Полностью А если оно Было То ты ничего Не теряешь Конечно Ну вот Шестой Вселенский Собор Восемь Четвертое Правило Но об этом И говорит Он добавляет А еще не крещен Добавляет И все Потому что Неизвестно Маленький был В детдоме Или где А что Был там крещен А какой Беды никакой Нету Потому что Это не знание И так и сказали А если ты Думал что есть А на самом деле Нету Ты язычник Еще тебе и нету Даже говорить страшно Да Что там слышно Про Отца Владимира Это головина Ну вот Я вам скидывал Решение Ну решение Это я знаю В первый же день Меня тут закидали Этими решениями Как он себя чувствует Дальше то Что у него там Пока вот По информации Которая у меня есть Все хорошо Чувствует себя нормально Ничего Ну как Видно как Мирянин просто Будет продолжать дальше Да Никакой беды то нету Он Мирянин может Прещищаться И все Если будете писать Всегда От меня Ему низкий поклон Передавайте Он летом Собирался Ко мне приехать сюда Да Так и есть Ну в этом секрета Нет никакого Тогда матушка Ирина вышла Да Да Так и есть Все Насколько я тоже Мне информация есть Ну а так Сверху 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 Ну а так Да Ничего Я лично По этому поводу Думал Ну что Ну все же Сейчас Все священники Ходят под нарушениями канонов Все до одного Кто Вот Московской патриархии Все до одного Под нарушениями А тут получается Владимир Головин Хотя его Несправедливо За то что ему Приписали Это несправедливо Много чего Приписали А Ну он получил Наказание Хотя другие Каноны тоже Нарушены были Всеми священниками Ну и хорошо Что тут Получил наказание Пусть и через руки Гонителей Ну и что Это наоборот хорошо Да Потом за то Не будет спрошен Уже после смерти Понятно А то говорит Начни правильно крестить Архиерей запретит Я говорю Так вот сделай то Чтобы делал правильно И за это запретили Пока ни одного нету такого Ни одного А их нужно Хотя бы сотни Две таких было И дело бы двинулось Запрещенное закрещение Весное дело бы тогда Господь вмешался Кровь христиан Была семенем христианства Чего боитесь Пострадать Ты правильно делаешь А архиерей Заставляет неправильно Он кто Изверг Развратитель Ты не бойся его Бойся Бога И вот трясутся там За свою жалкую жизнешку Противно смотреть даже Ну да Ну так ему и Вменили то каноны Видели какие Я скидывал То есть Нарушение канонов Сейчас я посмотрю Где это Ну до 30 летнего возраста Их там 80 процентов Или 90 Да Ну вот смотрите 39 Святых апостолов правило Пресвитры Или диаконы Без воли Епископа Ничего Да не совершают Ибо ему Верены люди Господни И он воздаст О душах их Они вот Вменили ему Это правило Я зашел В толкование В толкование Этого правила По толкованию Оказывается То есть Других толкований Нету Оказывается Это говорится Только о том Что они не могут Без воли Епископа Самовольно Налажать Налагать Эпитимии И Сбрасывать Эпитимии Те эпитимии Которые церкви Ну дополнительные Не те Которые церковь Установила И Это касается Церковного имущества Но это не касается Что ничего не можешь Делать без него Рыбалка Он не может поехать На лошади Он может прокатиться Да То есть Они даже Не может полететь Ну дурь это все Не об этом Речь то идет Далее Пятятое правило Святых апостолов Аще Кто из клира Досадит епископу Да будет извержен То есть Он досадил епископа И вот его Извергли Ну а как досадил То У него Шлейф Там Пять метров Тащат за ним Там эти Семинаристы За епископом А священник Растерялся Ему наступил Наступил на этот Хвост И священник Этот Архиерей Та сунулся Ладно что не упал И сразу Обозлился А зачем ты Это придумал То Королева Если это Английское То понятно Тебе то зачем Это пажей сзади Иметь Камень не устроит Не дождешься Когда слово боже Скажут Вот вот Ну и вот Еще 58 Правило Епископ Или прессмитер Не родящий О притче И о людях Не учащих Благочестию Больше чем Владимир Главин Я вообще не видел Священник Кто учит Что-то там Да будет Отлучен А еще Останется А всем Нерадение Лености Да будет Извержен Вот Удивительные Какие-то Такие Каноны Приписали 28 минут Суд шел 28 минут Да Хороший суд Хороший суд Ну заранее Тройка Заседала Когда человек Заходит А показывает Сейчас А ведут И ведут Людей А он Вот так Копейку Подбрасывает Орех Орешка Решка Или Орел Орел Значит Так Так Поговорить А нет Подписался Распишись Куда На расстрел Куда Куда Это вот То же самое Да Ну уже Нам было известно Уже до До этого Всего Уже Такой приговор Он был известен Понятно Он еще не потерял Только Больше Если где-то было Что-то связано Со священством И делать не так Теперь он свободен И надо Бога Благодарить за это Да Тоже так считаю Все тогда Сейчас еще Парочку вопросов Вот хотел Вот задать Вот ко мне пришли Библии вот эти Красные Это не Библии Евангелие Евангелие Да Евангелие И Вот Надо ли Благословение У священника Брать на то Чтобы их раздавать Или все таки Не стоит Благословение Когда Господь сказал Ловите по всему миру Не надо Ну то сказать Можно Батюшка Мы пошли Благословите Чтобы на вас не напали Вот на это Благословение Это даст А не на Евангелие На Евангелие Какое благословение Когда Бог сказал И я понес Ну да Он будет запрещать Запрещать С запретом сиди А я пошел Разговаривать не о чем даже Именно вот О сохранности Чтобы не отобрали Не поколотили Ну а могу я Вот я пока Как вот я не крестился Могу я это делать Можешь делать Только когда сейчас Думаешь крещение принимать Когда скажут Оглашенные Зайдите Выходи Выходи И тогда у тебя будет Все как положено А когда уже священник скажет С миром и зайдем Тогда может заходить Вот этот промежуток Ну так принято Так надо исполнять Все понятно Так Ну все Тогда вот Все Отключайтесь С Богом Благодарю С Богом Аллилуйя